Кофе Попробовать себя в кофейной индустрии Екатерина хотела давно, а почему бы и нет, тем более, что это приносит людям удовольствие, говорит Бористо. Мне хотелось попробовать себя в роли человека, который умеет готовить напитки, причем делает это правильно, и дарит людям радость по утрам, и не только утром, конечно же. Кофе не только спонсор утреннего пробуждения, а еще и неотъемлемый аксессуар вечно бегущего города. Представить свой день без чашки бодрящего напитка порой невозможно, но если в холодное время, актуальность его вполне объяснима, и выбор падает в основном на классические виды, то летом в меню можно встретить интересные сочетания. В летний период напитков существует несколько видов. Они могут быть приготовлены как на основе кофе, так и на основе натуральных пюре. Это будут лимонады. Вместе с Бористо мы приготовили один из самых популярных летних напитков – эспрессо-тоник. Первым делом для напитка понадобится лед. Сразу на лед мы наливаем тоник, после чего добавляем свежий лаем. Он придаст напитку летний и свежий вкус. И, конечно же, кофе не может быть без самого эспрессо. Это королевский кофейный напиток, который готовится с помощью эспрессо-машины. Многообразие напитков сегодня поражает. Холодный, горячий, с кофеином и без, на любой вкус и цвет, как говорится. Однако не стоит забывать, что все хорошо в меру, а вот отличная компания точно сделает ваш напиток еще вкуснее. Татьяна Верняковская, Екатерина Крамар, Илья Павлов, телекомпания Одинцова.